уважаемые подписчики зрители канала всем грандиозный привет сегодня 27 июня 2021 а значит настало время для очередного выпуска о некоторых новых событиях и новых слухах из мира нашей любимой музыки и сразу очень хорошая новость примикс одного из знаковых альбомов группы pink floyd animals выполнены джеймсом гадри в 2018 году наконец-то поступит продажу видеть четырех дискового бокс сета включающего виниловую пластинку компакт-диск а также диски blu-ray и dvd борис гребенщиков и группа аквариум 27 мая это за то время которое прошло с предыдущего выпуска новостей так вот они выпустили новый альбом который называется даль пластинка состоит из каверов на песни друзей и коллег б.г. времен ленинградского рок-клуба всего на альбоме 7 песен немного альбом дань доступен для скачивания только на сайте благотворительного фонда мой мио попечителем которого является борис гребенщиков мой мио помогает детям смело дистрофии дюшена чтобы получить альбом нужно сделать пожертвование на специальной странице фонда после этого ссылку на скачивание пластинки вышлют на электронную почту 4 июня вышел новый альбом ольги арефьевой пластинка под названием комикс опубликована на всех главных стриминговых платформах альбом состоит из 11 композиций и выпущен в цифровом виде в массовой версии и в делюкс варианте который можно заказать непосредственно у исполнительницы в ее социальных сетях последний вариант включают себя красочные буклеты maroon five альбом джорди вышел 11 июня на новом альбоме много гостей и среди прочих даже стиви нихс из free food мэк известно что сын эдима халлина вольфбинг недавно выпустил дебютный одноименный альбом составе собственной группы мэрус wvh его релиз состоялся также 11 июня и за две прошедшие недели он показал очень приличные результаты топ-рок альбомов первое место топ-хард-рок альбомов первое место топ альбомов по продажам второе место и в чарке альбомов billboard 200 он занял 12 позицию что для дебютника считается очень хорошим показателем the killers заинтриговали фанов сообщениями о том что скоро случится нечто интересное у них намечается невероятное сотрудничество с каким-то очень известным музыкантом наконец попробуй тайны с этого проекта были сорваны релиз называется дастленд а упомянутый the killers таинственный музыкант это никто иной как брус скринстин результатов совместного творчества вышел 16 июня news поделились новой версии трека мегаломания ремикс появится на переиздании альбома origin of symmetry релиз собственно состоится уже совсем скоро альбом состоится и даже состоялся альбом будет перевыпущен и уже частично перри выпущен в ремиксированные версии в честь 20-летнего юбилея оригинальный релиз состоялся 17 июля 2001 года цифровом формате переиздание уже вышло вышло 18 июня а на виниле появится позже 9 июля но это не только сборник ремиксов скорее это переосмысление оригинальной пластинке с новым миксом и ацентом на детали продюсером ремикс альбома выступил рич кости работающий с news над пластинками absolution black holes and revelation thrones и simulation theory 9 июля power wolf анонсирует выход нового альбома под названием call of the will музыканты фу-файтерс решили применить новую тактику выпуске следующего альбома временно переименовавшись проект диджиз тонкий намек на биджиз 17 июля фу-файтерс выпустят ограниченный тираж альбома диско каверов под названием hell setting на стране а будут представлены четыре кавера на биджиз а также новая персия новая версия песни и дегиба шедев дэнсинг на стране б фанаты найдут пять концертных версий треков с последнего альбома фу-файтерс медицин от мина один из основателей группы white snake игравший на ней на гитаре игравший в ней на гитаре с 1978 по 1982 год являющийся автором с и соавтором многих классических хитов белой змеи берни марсден 23 июля выпускает новый сольный альбом 1 после шайн 2014 года новый лог-плейн берни называется kings альбом kings берни альбом kings берни откроет новую недавно анонсированную им серию inspiration который гитарист вайсник отдаст дань уважения множеству музыкантов повлиявших на его творчество альбом kings посвящен трем королям блюза биби кингу фредди кингу и альберту кингу марсден сыграл 10 классических блюзов и также включил в релиз два бонус трека написанных им но вдохновленным творчеством кингом второй альбом из серии inspirations будет называться чес он выйдет в конце этого года и посвящен культовому чекахскому блюзовому лейбу основанному братьями леонардом и филом чес хотя кингс это первый полноценный сольный релиз берни марсдена с 2014 года гитарист не сидел сложа руки не так давно он принял участие в работе над альбомом ролики нью-йоркской блюзовой иконы джо бономаса вокалист висит sister дик снайдер объявил дату выхода долгожданного нового альбома линь эскер его релиз состоится 30 июля в него войдет композиция time to choose записанную дуэтом джорджем фишером из каннибал корс юбилейное издание усы нас пас джорджа харрисона выйдет виде бокс и великий трёхдисковый шедевр из битла и один из лучших альбомов семидесятых о сэс ну спас будет признан качестве боксета диск появится в продаже 6 августа 2021 года и ознаменует собой полувековую годовщину со дня выхода пластинки этот альбом вышедший в семидесятом году стал третьим сольный дискографии джорджа харрисона и первым после распада за битлз в издание грандиозное собрание артефакту связанных с альбом него войдут 8 виниловых пластинок весом 180 грамм 5 компакт дисков и один аудио диск blu-ray все это упаковано в деревянный ящик помимо оригинального альбома издание содержит 47 гемозаписей диск blu-ray записан стерео звуки высоком разрешении еще этот релиз войдут две книги 96 страничный альбом для вырезок созданный вдовой харрисона оливии и 44 страничный сборник архивных интервью заметками того периода а также множество иных предметов альбом был полностью ремикширован с оригинальных кассет а сын харрисона далее выступил в качестве исполнительного продюсера стоимость переиздания в люксовом формате составит восемьсот шестьдесят фунтов стерлингов но будут и более скромные издания цифрультура их новый концертный альбом цеполь кварта будет свет 13 августа и предварительный заказ не этот единственный в своем роде релиз с участием известных приглашенных музыкантов со всего мира уже начался седьмого июня этого года числе приглашенных музыкантов скотт и ян из эндрекс дэвид эллипсон теперь уже бывший басист мегадет дэвин таузен алекс кольник из тестамент лидер группа триллиум мэтт хифи и многие многие другие наиболее успешная пластинка второго состава bad company под названием holy water впервые была выпущена в девяностом году и продалась тиражом более 1 миллиона экземпляров ее заглавный трек поднялся на первое место в американских чартах чего не случалось 70-х годов 30-летнего юбилею девятого альбома группы лейбл friday music подготовил аудиофильское переиздание на 180 на 180 граммовом виниле отпечатанная на матовой массе светло-синего цвета издание появится продаж в середине августа 21 года по цене 33 доллара и 99 американских центов не морс бэнд известная просто как nmb запланировала выход своего четвертого студийного альбома innocents and danger по 27 августа у музыкантов накопилось огромное количество идей и они постарались реализовать как можно больше из них получился в итоге двойной альбом но не по дизайну как объяснил майк портной а по вдохновению в 2021 году легендарный альбом металлики так называемый черный альбом отмечая свое 30-летие по такому случаю группа выпустит юбилейное переиздание альбома дополненная сборником клаверов за металлика blacklist которым приняли участие более 50 музыкантов список музыкантов записавших каверы вошли дэв гэн из диппешмот пер гесли из роксы кори тейлор из литкнот и даже джазовый саксофонист камаси у вэшингтон каждый из них исполнил свою любимую песню с альбома само переиздание за блэк альбом выйдет 10 сентября напомню что оригинальный релиз состоялся 12 августа девяносто первого года это самые коммерчески успешно альбом группы только в сша было продано более 16 миллионов копий а мировые продажи оцениваются в 31 миллион а еще будет подарочный вариант переиздания заблэк альбом виски пэк если вы виски больше всего здесь нравится подарочный набор входит бутылка бэч 114 объемом 075 коллекционная монета и букле с рецептами коктейля снэйк бай названного так в честь фирменной гитары и спи снэйк байт джеймса хэффида икона рока барабанщик роджер тэйлор заявил о том что 1 октября будет его новый сольный альбом аусайдер аусайдер это первый альбом тэйлора с новым материалом после альбома 2013 года фан он из это очень личный проект почти все инструментальные партии аусайдер исполнены самим роджером тэдером и коль вспомнил про queen брайан и решил пересдать свой дебютный сольный альбом прошло почти 30 лет с момента релиза back to the light но он по-прежнему интересен поклонник на самом деле брайан не собирается ограничиваться одним альбом а планирует перевыпустить и остальные дата выхода пока неизвестно но релиз обязательно случится в нынешнем году готовится к печати книга под названием первые 21 как я стал ники сиксом имя автора обозначено в названии это баскатарист один из основателей группы на полках книжных магазинов книга появится 19 октября понятно о чем будет рассказывать это произведение ведь название так прямо и говорит как я стал ники сиксом вы можете спросить что означают слова первые 21 оказывается здесь речь идет о годах трезвости нити то есть о периоде времени на протяжении которого он не употребляет сам ники сикс говорит вы слышали рассказы об излишестве и разврате о взлетах и падениях звезды роттенролла и о моей жизни в одной из крупнейших групп мира но эту историю вы не слышали с нее все началось она о том как невинный фермерский мальчик и зайдаха с горячей мечтой и желанием музыки любви и славы стал печально известным ники сиксом британская группа дюран дюран анонсировали новый первый за 6 лет альбом который получит название фьючер пест дата выхода намечена на 22 октября 21 года согласно официальному интернет-магазин группы выйдет несколько версий издания как на компакт-дисках то так и на виниле стандартная версия альбома будет содержать 12 записей и включат специальных гостей эксклюзивная же версия содержит три дополнительных трека и обложки с автографами участника группы эпическая документальная лента режиссера питера джексона снявшего в стиле колец и хоббит а записи альбома дэдби выйдет в формате трехсерийного онлайн-фильма премьера ленты а битвос пройдет 25 26 и 27 ноября 2021 года питер джексон провел последние несколько лет в архивах битвос буквально по крупицам устанавливая и редактируя огромное количество материалов для проекта рассказывающего о создании многострадального альбома группы дэдби семидесятого года каждый эпизод мини сериала был создан при непосредственной поддержке пола маккарти ринга стара йока она леннон и оливии харрисон после первых закрытых просмотров картины маккарти стар и дани харрисон сын джорджа остались очень довольны получившимся фильм обещает что за шесть часов мы познакомимся за битвос так близко как никогда раньше кроме того 12 октября перед примере документального фильма выйдет the beatles get back 240 страничная книга в твердом переплете с расшифровкой записанных разговоров участников группы и огромным количеством эксклюзивных ранее никогда не опубликовавшихся фото нил янг объявил работе над новым студийным альбомом совместно со своими давними соратниками crazy horse по словам янга у него уже есть несколько новых песен для нового он пле и ближайшее время он планирует отправиться в студию для записи black house продолжают творческую деятельность и уже написали около 20 новых песен в этом году они еще планируют провести юбилейный тур посвященный 30-летней годовщине выхода их дебютного альбома шерпиум аниме когда он вышел в феврале 90-го был неплохо принят критиками а слушателями еще лучше концу года продажи перевалили за миллион копий на данный момент у альбома уже тройной платиновый статус роберт план доказывает что его еще рано списывается счетов настоящему артисту возраст не помеха план готовит выходу новый альбом опять с дуэтом с элисон краус это уже было у них 14 лет назад а теперь продолжение подкину позитива ближе к финишу когда барабанщик из индонезии дедан ной записывал и выкладывал в сеть свое видео он не представить себе не мог каковы могут быть последствия сделал кавер классической песни dream center 92 года метрополис портван но так как парень беден и не может позволить себе настоящие барабаны поэтому собрал установку из пустых банок крышек от мусорных баков и прочих подручных материалов результат превзошел все ожидания поскольку ролик привлёк внимание самого майка портного который отреагировал как настоящий человек он отправил парнем новую барабанную установку там а суперстар все друзья не забываем ставить лайки подписываться на канал всем добра хорошей музыки и только хороших новостей спасибо за просмотр